С Новым Годом! Счастливого пути! Железная дорога не место для игр. Эти известные слова стали названием конкурса рисунков учеников 134-й школы Самары. Инициативу поддержали сотрудники Средневоложского линейного управления МВД России на транспорте. Этот конкурс дал возможность детям проявить себя с творческой стороны. В течение всего года специалисты линейного управления проводили уроки безопасности, рассказывали о правилах поведения на железнодорожном транспорте. И сегодня с лучшими рисунками ребята пришли на ЖД вокзал, чтобы их показать школьникам и взрослым, провожая их в дальний путь. Это дети, юные волонтеры, которые снимают видеоролики о правильном поведении на железнодорожном транспорте. Приняли участие в конкурсе «Железная дорога не место для игр». Среди них даже два ребенка получили первые места. И сегодня в очередной раз мы пришли на вокзал напомнить ребятам о правилах железнодорожного движения и поведения на железнодорожном транспорте. Это необходимо, важно, тем более, что наша школа находится в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры. Иван Павлещак учится в третьем классе 134-й школы. К своему рисунку решил написать стихотворение. Придумал его за 10 минут. «Железная дорога, не медленно игры, ведь поезда там ходят опасно и быстрее. Поэтому, ребята, играть не нужно рядом, а лучше от дороги подальше отойти». Прохожие с интересом разглядывают плакаты. Дети в ярких жилетах привлекают внимание пассажиров. Многие не проходят мимо, а останавливаются разглядеть рисунки и послушать напутствие юных волонтеров. «Через рейсы нас ведет пешеходный переход, но поэтому народ здесь уверенно идет». «Очень правильную и полезную информацию донесли и до нас, и до детей. И напомнили нам тоже, что, в общем-то, железная дорога – не место для игры. Спасибо». По словам жюри, трудно было выбраться победителя и призеров. Представленные рисунки – это самые настоящие картины, на которых дети точно изобразили то, что ни в коем случае на железной дороге допускать нельзя, и что железная дорога – это не место для игр. Победители наградили призовыми грамотами и подарками. Все участники получили сладкие призы. Елена Чернявская, Петр Пламеев. События.